Тяжело приходится иногда и пешеходам иркутскам. Буквально вчера мы рассказывали о деревянных мостиках, которые становятся препятствием. Один такой объект расположен между микрорайонами Байкальский и Солнечный, а второй в Каштаковской роще в предместье рабочее. Сегодня специалисты администрации рассказали, какая судьба ждет один из этих мостов, тот, который находится в Каштаковской роще. Напомним, на нем спуск-подъем находится под довольно крутым углом, из-за чего бывает трудно передвигаться по нему, тем более в гололед. Оказалось, что конструкторская задумка прошла все проверки, но немного не сошлась с реальностью. Всего на пару градусов. Но этого хватило, чтобы объект стал не таким безопасным, как хотелось бы. Но так как благоустройство роще еще продолжается, для проблемы нашли решение. Мы разговаривали с подрядной организацией, которая разрабатывала проектные решения и подрядной организацией, которая выполняла объект в самом благоустройстве. Соответственно, здесь был принят компромисс о том, что будут добавлены элементы, которые поспособствуют отсутствию скольжения, препятствовать будут такому резкому спуску. В текущем году, безусловно, эти работы будут выполнены. Но если с мостом в Каштаковской роще все разрешится, то в Солнечном все сложнее. Сначала нужно выяснить, на чьей территории он находится. Жители могут сами посмотреть это на публичной кадастровой карте или же просто обратиться в администрацию Октябрьского округа. Если окажется, что опасный объект находится на балансе муниципалитета, то деньги на него ремонт могут выделить в первоочередном порядке во время корректировки бюджета.